Сегодня я хочу представить вам новую рубрику на своем канале Битва брендов Суть этой рубрики заключается в том, что я выбираю какую-то категорию Будь то тональные основы, консилеры, бронзеры или что-то другое И мы с вами устраиваем тест-драйв 5 средств разных марок в этой категории Особенность этой серии в том, что видео будут выходить каждый день с понедельника по пятницу И ежедневно мы с вами будем тестировать новый бренд и оценивать его В конце битвы мы подведем итоги по количеству баллов, которые набрали бренды и определим победителя На этой неделе я выбрала, как мне кажется, очень важную категорию, а именно карандаши для бровей Оценивать мы их будем по четырем критериям, а именно цвет, нанесение, стойкость и дизайн Начать я решила с бюджетного сегмента и в этой битве будут участвовать такие марки, как Буржуа, Макс Фактор, Любине, Вивьен Саво и Гош Все эти бренды легко доступны в ближайшем магазине, поэтому, собственно, я их и выбрала И я надеюсь, что эта идея вам понравится Ну что ж, давайте приступать Передо мной сейчас все карандаши и также исчезли мои брови Давайте начинать И начнем мы, наверное, с карандаша Макс Фактор, который называется Брау Шейпер Ультрафайн Шейп Фил Дефайн Этот карандаш мне очень сильно напомнил карандаш от Colourpop, которым я постоянно пользуюсь и который очень хвалю Это тоже очень тоненький гриф или автоматический карандаш, то есть его не нужно затачивать, что очень удобно И вообще, когда-то вот такие тонкие карандаши, это была прерогатива только очень дорогих брендов, каких-то люксовых или профессиональных Сейчас же я смотрю, что вот такой вот карандаш купить в масс-маркете, это вообще не проблема Но все, конечно, зависит от оттенка, потому что в том же Colourpop оттенки просто шикарные Там все оттенки реально ходовые Здесь я взяла оттенок и вообще в целом я в этих карандашах брала оттенки, которые я посчитала лучше всего мне подойдут Здесь конкретно в Макс Фактор я взяла оттенок 30, который называется Deep Brown Что касается внешнего вида и дизайна, здесь мне все в принципе нравится С одной стороны это карандаш, с другой стороны достаточно маленькая и, как мне кажется, будет эта удобная щеточка Но мы это с вами проверим Единственное, в чем я не разобралась, глядя на упаковку, это какой объем у этого карандаша Потому что на вот этой наклейке, которую импортер наклеил на этот карандаш, указана масса 9 грамм Но, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, мне кажется, что весь этот карандаш вместе с упаковкой весит 9 грамм Потому что вообще, вот, например, если брать тот же Vivienne Sabo, здесь по объему 0,1 грамма, а Colourpop вообще 0,08 Поэтому то, что здесь 9 грамм, я что-то как-то очень сильно в этом сомневаюсь Буду, наверное, пользоваться этой же щеточкой, чтобы посмотреть, насколько это удобно Никаких дополнительных инструментов И первое, что меня интересует, это оттенок Насколько он хороший и насколько легкое нанесение Вот так буквально пару штрихов я сделала И я сразу понимаю, что этот карандаш более к твердым относится То есть он не кремовый, который вот прям скользит по коже А он более сухой И это и не хорошо, и не плохо Здесь все зависит от того, что вы конкретно предпочитаете Потому что если нужно именно такое максимально натуральное заполнение То вот такие вот карандаши, которые более сухие Они работают лучше, потому что они создают более натуральный эффект Если же вам нужно больше создать, проработать именно форму карандашом То тогда более масляные, такие кремовые, конечно же, понравятся вам больше Что ж, одну бровь я уже нарисовала Сейчас вы можете оценить результаты до и после Как выглядят брови уже с нанесенным карандашом и без Я закончила с нанесением, поэтому давайте подводить первые итоги Что касается цвета, то этот карандаш представлен в трех оттенках Это блонд, браун и дип браун В принципе, для масс-маркета неплохо, но хотелось бы еще два дополнительных оттенка Так как в категории браун всегда очень важно, чтобы был карандаш с теплым подтоном И карандаш с холодным подтоном И также в таких линейках очень хочется видеть какой-то максимально темный карандаш Не черный, но вот такой вот серо-черный Который подходит жгучим брюнеткам, у которых очень темные волосы и очень темные брови Что касается именно этого оттенка дип браун Мне этот оттенок больше похож на графитовый То есть он больше такой вот как серо-темно-темно-коричневый Вот какой-то такой Даже если вот так вот просто банально сделать сволочь на руке То в нем я вижу намного больше серого и именно такого ближе к черному уже, нежели коричневого Тем не менее, я не могу сказать, что этот оттенок мне не подошел То есть вполне, мне кажется, брови выглядят нормально Возможно, мне бы хотелось их видеть немножко более именно коричневыми, нежели вот такими вот серыми И, в общем-то, учитывая все это, я ставлю оценку 4 Что же касается нанесения, то здесь у меня вообще никаких проблем, в принципе, не было Карандаш не ставил пятна, не полосил, наносился достаточно равномерно То есть вообще никаких претензий у меня к нему нет, поэтому он получает 5 из 5 Что касается его дизайна, то мне, в принципе, все нравится Единственное, мне бы хотелось, чтобы вот эта вот щеточка была немножко уже Потому что из-за того, что она такая достаточно широкая Когда я прочесывала брови, а брови у меня, в принципе, не такие уже и тонкие То есть с этой проблемой в основном могут столкнуться те, у кого брови значительно потоньше Это то, что когда я прочесываю и вычесываю излишки этого карандаша То края этой щеточки прям вот как цепляют кожу вокруг брови И если вы сильно растушевываете, то получается, как пачкается кожа вокруг брови И так как мы с вами ищем именно идеальный карандаш, то тут я тоже сниму 1 балл и поставлю оценку 4 Что касается стойкости этого карандаша, то, конечно, сейчас я вердикт установить не смогу Но я вам обязательно покажу опять-таки до и после, как выглядел карандаш в начале дня Когда я только его нанесла и как он выглядел в конце дня И также на экране вы увидите мою финальную оценку Ну что ж, вот, собственно, и все Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным И что в целом вам нравится идея устраивать вот такие вот битвы между брендами И узнать, кто все-таки самый лучший Обязательно напишите в комментариях, пользовались ли вы этим карандашом Какой оттенок вы используете, нравится он вам или не нравится Какие у вас общие впечатления А на этом у меня все Если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте Это можно сделать, вот нажав вот сюда Вот я в огромном предвкушении вообще, что нас ждет на этой неделе Какие будут отзывы, какие будут комментарии, какие будут результаты Вот это, конечно, самое интересное И также я вам здесь оставлю несколько других своих видео Обязательно их посмотрите А если вы их уже видели, то мы с вами увидимся в следующем видео Которое, кстати, будет завтра Субтитры сделал DimaTorzok